26 октября в арбитражном суде Нижегородской области вновь состоялось заседание по спору компании Евгения Лазарева с налоговиками. Мизнесмен оспаривает решение, выясненное результатом проверки деятельности фирмы ООО Moscow Decision со 16-18 годы. В этом решении налоговики незаконно, по мнению Евгения Лазарева, донасчислили компании налоги на сумму более 100 миллионов рублей. Изучив материалы дела, бизнесмен пришел к выводу, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 22 по Нижегородской области вовсе не имела права выносить решение, так как существует нелегитимно. Согласно постановлению правительства РФ номер 329 от 30.06.04 года, положение о таких органах должен утвердить министр финансов РФ. Однако в действительности оно подписано главой ФНС Виктором Большаковым, что является нарушением закона. В связи с этим Евгений Лазарев сделал 26 октября заявление о фальсификации. Однако судья Леонов посчитал его необоснованным и отклонил. И это уже не первый случай, когда в суде заявление игнорируют, и вместо того, чтобы инициировать проверку, просто приобщают его к материалам дела. Когда ты говоришь о том, что это положение об инспекции утверждено неуполномоченным лицом Большаковым вместо Силуанова, то судьи просто не реагируют никак на это заявление. Когда делаешь заявление о фальсификации в нарушении правил судопроизводства, это заявление просто игнорируется, а не рассматривается по правилам судопроизводства с предупреждением об уголовно-правовой ответственности и так далее. То есть это заявление, они просто считают, оно какое-то необоснованное. А это нельзя так рассматривать, это заявление, это нарушение правил судопроизводства. Причем делается это демонстративно в нарушении разъяснений Пленума Верховного Суда. Заявитель также утвердает, что полномочий проводить выездные налоговые проверки у 22-й инспекции просто не было. Ведь с 20 мая 2020 года данные полномочия были переданы в 16-ю межрайонную инспекцию. Это прописано в положении о налоговом органе. Об этом же говорит глава УФНС по Нижегородской области Большаков в своем письме Евгению Лазареву. Акт проверки и само решение 22-й инспекции появились после этой даты. Представители налоговых органов не согласились с этими доводами на судебном заседании. Однако документов, в которых какая-либо другая инспекция, кроме 16-й, наделена полномочиями по выездным налоговым проверкам, они предоставить так и не смогли. Сами налоговики этот казус, можно назвать его так, они никак не объясняют, в подтверждении своей правоты не представляют абсолютно никаких документов. А суд в этом случае смотрит на это все снисходительно. Не принесли документы и не принесли документы. И я подозреваю так, что суд будет выносить в этой части решение в пользу налогового органа, не ссылаясь абсолютно ни на какие документы. А доводы налогоплательщика, они будут просто проигнорированы. Судебное заседание отложили для ознакомления с документами, предоставленными налоговыми органами. Следующее заседание назначено на 7 декабря.